Президиум Федерации профсоюзов Самарской области Это молодежь до 35 лет Самыми многочисленными остаются профсоюзы образования, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, здравоохранения, нефтяной промышленности, госучреждения Стало больше первичных профсоюзных организаций Основными направлениями работы профсоюзов Самарской области по-прежнему остаются правовая защита, охрана труда, информационная работа, а также оздоровление членов профсоюзов, которое осуществляется на базе уникального санатория «Красная Глинка» Было поручение президента Мы до 31 января дали свои предложения по работе нашего санатория Высшее должностное лицо региона Дмитрий Игоревич Азаров тоже дал свой отчет по нашему санаторию до 31 января Теперь каждые полгода мы будем давать такую информацию и губернатор будет давать информацию президенту для того, как мы сдвигаем, улучшаем работу профсоюзных санаториев Потому что это наиболее доступные лечения для членов профсоюза, для простых работников, которые не имеют большой зарплаты А это и есть единственная профсоюзная здравница в Самарской области Поистине уникальный санаторий «Красная Глинка» Расположен он в живописном районе областной столицы на берегу реки Волга в поселке Южный Ежегодно тут поправляют свое здоровье более 2000 человек Приезжают со всех уголков региона и не только Лечатся, к примеру, пациенты с профессиональными заболеваниями После производственных травм работники бюджетной сферы, пенсионеры, а также люди, поступающие в санаторий сразу после стационарного лечения Либо после операции с язвенной болезнью, шелчекаменной болезнью, а также после перенесенной пневмонии Очень хорошо, особенно коллектив хороший, такие все добросовестные, такие доброжелательные, я бы сказала И профессионально очень подковные, я считаю Как-то легче становится? Да не то слово, летать после не хочется В санатории три корпуса, в том числе спортивно-оздоровительные Только на всю ознакомительную экскурсию уходят не меньше двух часов Тут есть поистине уникальный процедурный кабинет Например, карбокситерапия, лечение спины и суставов уколами с углекислым газом Аналогичная методика лечения есть и в Европе Вот только стоит она гораздо дороже А наши врачи на ноги поставили не один десяток тысяч пациентов И это без преувеличения Самым большим преимуществом в нашем санатории является то, что у нас есть собственные скважины Уникальной минеральной воды И ее изучением лечебных свойств минеральной воды мы занимаемся достаточно давно и постоянно Кроме таких вот традиционных, скажем, для санаториев Различных многочисленных физиотерапевтических методик Различных видов массажа и больного лечения У нас есть такие виды современные методы лечения, как прессотерапия, озонотерапия, тоже несколько методик Не только внутриверные капельные введения озонированного физраствора Герудотерапия, то есть лечение пиявками Карбокситерапия, так называемые газовые уколы В областной столице выбрали мужчину года Акция проводится уже четвертый раз подряд по инициативе региональной общественной организации Союз женщин Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской области При поддержке правительства Самарской области Для подведения итогов в Самару съехались люди со всех уголков региона Эти мужчины пример для подрастающего поколения Многодетные отцы, любящие главы семейства, активисты и профессионалы своего дела Несколько этапов конкурса позади Выбрано порядка полсотни номинантов со всех уголков Самарской области Для них главные жизненные принципы Активная жизненная позиция, признание в профессиональной деятельности Здоровый образ жизни, укрепление семейных ценностей, любовь к родине Восемь номинаций и множество претендентов Жюри пришлось действительно нелегко при выборе победителей Евгений Ивакаев из Шамталинского района Образец для подражания не только для своих близких людей, но и для коллег Любящий, многодетный отец и профессионал своего дела И награда по заслугам Акция «Мужчина года» в Самарской области уже стала традиционной С каждым годом появляется все больше номинантов Очень приятно и очень почетно получить такую награду Из уст таких уважаемых людей Очень рад, что вместе со мной на сцене стояли мои коллеги Тоже достойные люди Очень приятно и очень почетно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!